Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про благотворительные акции, которые недавно проходили в нашем районе, были направлены на помощь и поддержку детей. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня эксперты-консультанты общественной палаты Ольга Владимировна Лащева. Здравствуйте. А также Виктория Викторовна Степанова. Добрый вечер. Здравствуйте. Виктория Викторовна, Ольга Владимировна, спасибо большое, что вы к нам сегодня приехали. Действительно, мероприятия, которые направлены на поддержку детей, они довольно часто вообще в нашем районе в последние годы проходят. Но я так понимаю, что то, о чем мы сегодня с вами поговорим, это то, что непосредственно ваши комиссии, ваши общественные организации продвигали, помогали организовывать. Это мероприятия, приуроченные конкретным праздникам. В первую очередь, это, конечно, День России, который совсем недавно, 19-го числа, проходил в стране. А если можно, буквально пару слов, зачем вообще вот в День России, мы все прекрасно знаем, что это такое, какие-то вот массовые акции проводите, тем более с детьми. И, наверное, давайте вот вы ближе ко мне сидите, в первую очередь, к вам и отправляйте вопрос. Попробую ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, дети — это будущее России. Если не будет деток, то кого нам воспитывать? И России, в принципе, не будет. Если мы не будем помогать им воспитывать тот патриотизм к своей родине, национальное самосознание. Если не будем проводить открытые уроки по истории России, они должны знать и понимать, что такое герб, что такое флаг, что обозначают цвета на этом флаге, что есть Россия, что это великая держава. Мы должны это понимать, рассказывать им и подсказывать, и воспитывать. Поэтому проводятся такие праздники на территории Одинцовского района и вообще по всей России, для того, чтобы наши детки это все видели, понимали и гордились то, где они живут, своей Россией, своей страной. Потому что это такой праздник, действительно, он национального единения, какой-то общей ответственности за настоящее и будущее нашей России. Тот праздник, который мы проводили 12 июня и проводила вся наша страна, мы назвали как раз именно «Дети будущей России». И организации, которые решили устроить этот праздник, действительно неравнодушные и активные жители и общественники. Мне рассказать подробнее о том, что это за праздник? Мне, конечно, очень любопытно. Я так понимаю, это как раз-таки то, что проходило рядом с волейбольным дворцом. То есть не на центральной площади, где у нас основная часть была, да, праздника, а рядом с Любовым. Да, 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 да. Если можно поподробнее, конечно, было видно, что там происходит что-то грандиозное, яркое, громкое. Все-таки что там проходило? Какие-то музыкальные конкурсы, правильно? Да, там и музыка. На самом деле мы хотели сделать такой праздник, для детей праздник. Сделать мастер-классы, танцевальные мастер-классы, певческие мастер-классы, викторины по истории России. Нам это все удалось. Была, во-первых, карта пожеланий от общественной палаты, где каждый желающий мог написать на эти карты, на стикеры прикрепить свое пожелание ко Дню России. Было настолько трогательно и удивительно, что маленькие детки приходили и писали «Мирного неба над головой», чтобы больше не было воин. На самом деле мы на это смотрели, ну, слезы у нас были на глазах. Молодцы. Скажите, а эту карту пожеланий можно где-то с ней ознакомиться, вот с тем, что там у ребят? Конечно, она у нас в нашей общественной палате. То есть если кому-то будет интересно, и даже если кому-то вдруг захочется дальше, продолжите сейчас, потому что День России – это не только День России, когда вся страна его отмечает, а День России – он каждый день, потому что мы живем в этой стране, да? Поэтому если кто захочет, мы с удовольствием примем. Также помимо карты пожеланий была викторина на знание истории России. Всем деткам выдавались призы. Также был танцевальный мастер-класс от спортивной школы. Была творческая активность «Дом на асфальте», где детки могли своими руками делать дома, раскрашивать их. Делали мастер-класс по декорированию кеглей, триколор, да, где деткам также объяснялось, что значит белый цвет на флаге, что значит красный, что значит синий. Также была очаровательная коза Глашенко и Михаил Потапович, которые привлекали всех деток, несмотря на холодную погоду, танцевали, веселились вместе с нашими детками. Я правильно понимаю, то есть ребята там были самых разных возрастов, не только самые маленькие? Самых разных, да. И взрослые также веселились, как и дети. Ударились с детства, но по-хорошему. Была палатка «Мамина помощь», потому что приходили, это же семейный праздник и для деток, приходили даже с маленькими грудничками, да, у нас была палатка, куда мог любой желающий прийти переодеть ребеночка, там что-нибудь там что-то. Покормить, да, покормить, да. Естественно, много танцев, много песен и мастер-классов, да, где как раз и психологи, и учителя рассказывали, да, что такое Россия. И сами ведущие рассказывали интересные факты России, которые, допустим, ну не каждый человек знает, даже взрослый. И действительно всем очень понравилось. И несмотря на такую погоду, мы даже чай сладкий раздавали, потому что мы прекрасно понимаем, что холодно было и дождик, но мы своими улыбками, мне кажется, и вот этим настроем таким позитивным сделали так, что как-то стало даже потеплее немножко, да, и дождик, который там обещали, что мы там все замерзнем, он нас как-то немножко так покапал и ушел, и светило солнышко. И я бы хотела выразить огромную благодарность всем тем, кто в такую погоду взял детишек, и они пришли, и они участвовали, и они с огромными такими глазами уходили, радостные, довольные, с этими шариками, с этими кеглями, с домиками, и говорили спасибо вам большое. Мне кажется, такие праздники должны проходить, и, к сожалению, не раз в году, а хотя бы хоть какой-то вот должен быть порядок, потому что детям нужно давать и понимать, в какой великой стране они живут. Есть ли какие-то планы у вас по развитию именно вот такого формата, именно приуроченного каким-то патриотическим датам, патриотическим событиям, или, может быть, даже вне какой-то привязки к конкретным датам, может быть, просто направленные на патриотическое развитие? Вот вы сейчас правильно сказали, что не должно быть привязок, потому что мы все делаем ярлыки, ставим их, и привязываемся к каким-то конкретным датам. Нужно... Раньше же это было у нас, просто сейчас оно постепенно уходит, что как раз детишек ходили, воспитывали, патриотическое воспитание проводили. Это и сейчас проводится. Это вы про пионеров, наверное, говорите. Да, да, это и сейчас проводится, но это настолько сейчас ушло, что, мне кажется, нужно это возрождать. И не обязательно какой-то дате, какой-то грандиозной, нужно просто сделать какие-то мероприятия, и, мне кажется, общественники готовы. Вы не представляете, сколько таких общественников, которые готовы принимать активное участие. Ну, вы знаете, надо заметить, что за последнее время некоторые еще советские институты начали возрождать. Я, например, говорю о том, что у всех на слуху о комплексе ГТО, которого очень давно не было, и которые, в общем-то, несколько поколений людей, которые родились там в 90-х годах, в конце 80-х, и не знают, что это такое. Теперь узнали, узнали, попробовали себя, выяснили, что, оказывается, там наши папы, мамы, дедушки, бабушки сдавали физические нормативы, которые многим из нас не под силу, оказывается, и так далее. А как думаете, вот с пионерией можно ли что-то подобное сделать? Я думаю, да, так как идет возрождение. На самом деле, все хорошее новое – это хорошо забытое старое. Потому что были… Если люди к этому возвращаются, и если люди понимают то, что это нужно, если общественники, да и, в принципе, любой человек, который с активной гражданской позицией, а поверьте, их очень много, таких людей, и это замечательно, это будущее наше. Потому что если активная гражданская позиция не будет существовать, то, в принципе, куда дальше развиваться, да? Поэтому если мы даже… Ну, не то что пионерию, да, мы не сможем ее сделать там поопределенно, потому что у нас другой строй сейчас немножко, да, в стране, вот. Но как сама идея – это просто замечательно. Это… Надо это делать, надо подумать. Как это можно? Спасибо, Святослава. И если возвращаться к мероприятию… Пожалуйста, у меня никого потента нет на эту идею. Пожалуйста, пожалуйста, попробуйте. А если возвращаться к мероприятию, которое на День России вы проводили, а насколько массово у вас оно получилось? Сколько ребят, семей, взрослых людей прошли через ваши эти мастер-классы, бельчих конкурсов? Несколько сотен, мне кажется, прошли, да. Несколько сотен человек, то есть довольно массово получилось. Да, да, я и говорю, потому что мы очень хотели и переживали, что когда посмотрели погоду, утром в 6 часов утра я встала, и я поняла то, что на улице вот солнце светит, а потом уже ближе, там, к 9 часам уже холодно стало. Суть к тому, что вы, извините, говорите, в 6 утра встали, я так понимаю, что подготовка была достаточно основательной. Да, 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 конечно, конечно, потому что вроде со стороны кажется, что мероприятие, те, кто готовит мероприятие, они меня поймут, и они прекрасно понимают, даже маленькое мероприятие, чтобы оно прошло хотя бы, ну, не идеально, идеально, в принципе, ни одно мероприятие не проходит, потому что всё равно существуют какие-то моменты, где вот упущение, да, то с этой стороны, то с этой стороны. Но чтобы оно прошло, как задумали люди, да, от начала до конца, естественно, готовиться очень долго и серьёзно. Вплоть к каждой нюансе, как мы всем говорим всегда, мы, один человек, он не сможет сделать ничего. Один поле, не воин. Да, это команда. Вот у нас есть очень хорошая команда в Одинцовском районе, действительно активных людей, неравнодушных людей, которые готовы работать на благо нашего района, да и страны. Поэтому это замечательно. И коли уж мы о молодёжи начали разговаривать, вот эти действительно активные люди, которые действительно пытаются вот по-настоящему оправдывать звания активистов, да, это в большинстве своём действительно люди молодые или это всё-таки уже те, кто действительно родились в Советском Союзе, многое увидели, пережили и так далее? Я думаю, что это в основном молодые. Ну, всё равно у нас те люди, которые в Советском Союзе, я бы не сказала, у нас в активе есть такие, которые дадут в Союзе. Нет, мы не будем обижать некоторых взрослых паров. В активе есть, да, но если считать, ну, где-то пополам, да, 50 на 50. Да, я бы не могла сказать то, что молодёжь у нас, конечно, она впереди планеты всей, и это, естественно, это классно, это круто. Но я могу сказать вам с точной уверенностью, что у нас такие есть представители общественной палаты, да, люди, которым мы по 70 и по 80 лет, и которые принимают активное участие во всех мероприятиях. Я так понимаю, в вашем случае, как, если мы говорим об организации общественной, да, тут имеется и обмен опытом с людьми старшего поколения, и при этом инициатива, энергия, идеи свежий, такой ветерок, да, идей от молодого. Я правильно понимаю, что это всё? Мне кажется, когда молодёжь видит то, что такие люди, которые, ну, вроде как, ну, что ему остаётся делать, там, дома сидеть, чай пить, а мы не спрашиваем, а, говорю, как вот, ну, это вы, ну, почему вот вам вот столько лет, вот у вас такая вся жизнь, и вы вместе с нами, все мероприятия, они говорят, а это наша жизнь, мы по-другому не умеем, вот, это активная гражданская позиция. И это определённое воспитание. Конечно, и молодёжь, да. Не, знаете, как есть некоторые, там, ну, некоторых людей, таких наиболее апатично относящихся к происходящему вокруг них, и доживут до пенсии. Да. Лягу на диван, и будет хорошо, там, дальше 30-40 лет, правильно? Я так понимаю, те люди, о которых вы говорите, это что-то диаметрально противоположное. Конечно, конечно, да. У нас все очень активно. Очень, да. Ну, что же, если говорим, опять же, об активных мероприятиях, я так понимаю, что 1 июня, как раз-таки приурочено, это было к Дню, Всемирному Дню Защиты Детей. Ещё одно крупное мероприятие проходило в Одинцовском районе, это благотворительный забег, который назывался «Я бегу, ребёнку помогу», если я не ошибаюсь. Расскажите, как проходило, что это было и в каком формате? Забег проходил в три этапа. Первый этап – это был костюмированный забег, фан-забег. Второй этап – это был основной забег на 3 километра. И, конечно же, паралимпийский забег – это дети на инвалидных колясках. Это был основной забег, 500 метров с родителями. На финише мы вручали каждому участнику грамоту и медаль. Что за ребята бежали? По возрасту, я имею в виду, может быть, это были и только школьники, какие-то конкретных школ. От малышей до старшего поколения бежали все. И я хочу выразить огромную благодарность людям, которые пришли на наш забег, которые пожертвовали финансами, временем. Бежали вместе с детьми, мамой, папой за ручки. Это было так трогательно. Просто смотрели, и были слёзы на глазах от радости. Также у нас на регистрациях стояли урны благотворительные. Туда мог каждый желающий пожертвовать дополнительную денежку. Если не секрет, какую сумму удалось собрать? Мы собрали 126 тысяч рублей. Эта сумма как раз была необходима на лечение пяти детей с ограниченными возможностями. А эти ребята, они все жители Одинцовского района? Безусловно, это жители только Одинцовского района. Средства, я так понимаю, распространяются через некоторые благотворительные фонды, с которыми общественная палата работает, правильно? Да, совершенно верно. Все средства пошли в благотворительный фонд, и оттуда уже распределялись по семьям. Если можно поподробнее про ребят именно с ограниченными возможностями здоровья. Понятно, что это люди, которые, наверное, требуют наибольшего внимания нашего с вами. И так далее. А вы сказали, 500 метров у них трасса была. Я так понимаю, это, по большей части, колясочники и так далее. Это большинство были, да, колясочники. Как преодолевали эту дистанцию? Преодолевали, вы не представляете, с таким весельем, с таким азартом. Мы встречали их на финише, у них глаза просто горели. И родители были просто благодарны за то, что мы провели такое мероприятие. Сказали огромное спасибо, и на сцене выступали родители с благодарностью. То есть дети были очень довольны. А некоторые дети бежали все три забега. Отлично. Я так понимаю, некоторые из них как раз-таки были спаренными забегами, где бежали и родители, и их ребята. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Это был основной забег. Дети и у родителей и на ручках, кто уже устал, к финишу прибегали. В основном в забеге участвовали дети с родителями. Подобное мероприятие, опять же, я так понимаю, в первый раз прошло приуроченно к Международному дню защиты ребёнка. Да. Планируете ли как-то развивать, что-то изменять? Конечно. После данного мероприятия мы услышали очень много положительных отзывов. Очень много. Люди сказали, что будем в детях развивать вот это доброе сердце, чтобы дети знали и помогали. Мы хотим в следующем году продолжить данное мероприятие. Хотелось бы также поблагодарить спонсоров. Если бы не спонсоры, то мероприятие бы в таком масштабе не прошло. Поблагодарить организаторов. Это общественная палата, власти, спортивные организации, танцевальные организации. Большое всем спасибо огромное. Скажите, в данном случае это понятно, что это было мероприятие летней направленности, забег. Понятно, что зимой по гололеду никто убежать не сможет. Но нет ли у вас в планах что-нибудь действительно такое сезонное возможно подготовить? Зимние, те же лыжи или санки, может быть, со специальными креплениями для ребят с ограниченными возможностями. Я знаю, что в столице достаточно много таких постоянно даже действующих центров. У нас сейчас идет проработка. Да, может быть, мы сделаем такое мероприятие зимой. Чудесно. Ну что ж, Ольга Владимировна, Виктория Викторовна, огромное вам спасибо, что вы к нам сегодня проходили. Я предлагаю сейчас посмотреть материал моей коллеги Милиции Тарасевичей. А там как раз, уважаемые телезрители, вас тоже приглашаю посмотреть, как данное красивое мероприятие, доброе, все-таки у нас в Денцовском районе, в городе Одинцово проходил. Раннее утро на улице как будто разгар лета, температура воздуха плюс 28. Движение на основной магистрали города у Георгиевского собора перекрыто и люди в шортах и футболках, а кто и в костюмированной одежде, ожидают свой старт. Как признаются сами организаторы, они даже и не ожидали такой активности. На благотворительный забег пришли более 600 человек. Благодаря всем этим людям, особенные детки Одинцовского района, теперь знают, что они не одиноки. У них много добрых друзей, готовых всегда прийти на помощь. Мы помогаем детям взрастать, воспитываем их своим личным примером. Спасибо вам огромное. Я бегу, я помогу всем. Все собранные средства, а это по предварительным подсчетам 126 тысяч рублей, будут переданы на лекарственную и терапевтическую помощь в Московскую областную общественную организацию инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям». Здесь наши друзья, родительские сообщества, в том числе и школы великих открытий, вышли с идеи забега. Но мы решили на забеге не остановиться, не просто помочь детям с ограниченными возможностями, а привлечь их совершенно в процесс. И вот уже к финишу бегут первые участники костюмированного фан-забега. По их скорости не скажешь, что это не профессиональные спортсмены. Бежали целыми семьями. По костюмам некоторых участников было видно, что готовились они к благотворительной акции заблаговременно. Наша школа великих открытий придумала такую идею, мы с удовольствием ее поддержали. Мы поддерживаем всегда каждый год наших детей-инвалидов и готовим для них мероприятие такого плана. И мы очень счастливы, что у нас есть такая возможность помочь. На следующий этап первый паралимпийский забег в Одинцово с дистанцией на 500 метров в сопровождении своих родителей вышли главные виновники дня. 34 ребенка с ограниченными возможностями. Встречали их на финише бурными аплодисментами и овациями. Абсолютно все пришедшие на старт участники получили медали и благодарственные письма. Ну а завершилась акция основным массовым забегом с дистанцией на 3 километра. Каждый из этих отзывчивых людей внес свой вклад в это большое и доброе дело. Праздничную программу сопровождали выступления музыкальных коллективов. Для малышей организовали творческие мастерские и специальная палатка «Мамина помощь». Здесь, спрятавшись от жары, молодые мамы могли поменять ребенку памперс, покормить его и напоить. Как отметил председатель общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов, важно сплотить жителей города и района реальными добрыми делами. Испомогая ближним, мы приобретаем самое важное в жизни качество – добросердечность. Закончилось мероприятие памятной фотосессии всех участников забега. Ну что же, вот так проходило это красивое, достаточно симпатичное, веселое, очень наполненное эмоциями мероприятие в Одинцово. В наших гостях сейчас снова же гости из Одинцовской общественной палаты, а также Молодежного парламента Одинцовского района Дмитрий Сергеевич Мартынов. Здравствуйте. А также Денис Владимирович Фирсов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Сергеевич, Денис Владимирович, ну что же, у меня к вам вопрос, знаете, какой? На подобные мероприятия, ну понятно, что они нужны. Понятно, что молодежь, мы как-то к этому привыкли, она постоянно должна быть на теннисных кортах, футбольных площадках, она должна бегать, прыгать и так далее. А кому должна-то? Вот почему действительно детей уж, извините, нельзя оставить в покое, причем не только, я замечу, обычных детей, да, но и детей необычных, которым требуется повышенное внимание, там, с точки зрения здоровья и так далее. Почему же они все-таки тоже должны к спорту приобщаться? Ну, на самом деле, современных детей и подростков подстерегает много опасностей, вроде как, то есть, алкоголизма, наркомании, да, то есть, эти явления очень распространены. И для того, чтобы отвлечь детей от этого, то есть, предостеречь их от этих опасностей, то есть, я думаю, имеет смысл увлекать их таким полезным досугом, как спорт. То есть, это позволяет и развить себя физически, и поддерживать свое здоровье. То есть, я считаю, что чем больше таких мероприятий будет у нас проходить, тем лучше. Ну, получается, что всегда спорт идет рука об руку с какими-то крупными государственными праздниками. То есть, 9 мая у нас всегда утренние эстафеты, да, День России у нас вот тоже эстафеты, в том числе и для детишек вот на 1 июня, не на День России, соответственно, на Международный день защиты детей, а эстафеты, в том числе для детишек, у которых ограничены возможности здоровья. То есть, всегда, где какие-то крупные именно государственные мероприятия, там и спорт. Вот в чем эта связь, по-вашему? Почему она настолько прочная? Ну, на мой взгляд, государство должно заниматься молодежью, а самый акцентированный момент – это как раз и есть государственные праздники. То есть, именно в этот момент нужно вовлекать детей в спорт, вовлекать детей в праздничные мероприятия, в гуляния. То есть, это, во-первых, сплачивает детей и взрослых, а во-вторых, это дает возможность самоорганизоваться некому обществу и культуре. — Ну что же, если мы продолжим тему достаточно крупных мероприятий, которые за последнее время в Московской области прошли, знаю, что одно из них в Кимках состоялось, было как раз-таки, если не ошибаюсь, ко Дню России приурочено. Если можно поподробнее, что же там прошло? — Это был достаточно большой фестиваль, организованный правительством Московской области для общественников и неравнодушных граждан. Этот фестиваль, он состоял из нескольких площадок. Одна из них была на арене стадиона «Химки», другая была недалеко, состояла из нескольких шатров. Значит, в одном из этих шатров проходил кастинг на участие в фильме Егора Кончаловского «Наша Подмосковья», а в других шатрах, их было порядка пяти, проходил прием заявок и презентация проектов на премию «Наша Подмосковья». — Егор Кончаловский — это достаточно знаменитый режиссер. Что за фильм он новый снимает? Почему решил кастинг прямо фактически на улице проводить на этот раз? — Фильм так и назывался «Наша Подмосковья». То есть данный фильм, он должен быть реализован на основе реальных событий. — Вы так сказали, назывался, как будто он назывался до того, как они кастинг провели. — Назовется. — Назовется. — Решили проводить. — Назовется. — То есть рабочее название, я так понимаю, дальше будет так называться, это «Наша Подмосковья». — О чем оно? — Оно о жителях Подмосковья. То есть в ходе кастинга отбирались самые интересные живые истории, порядка десяти. И на основе этих живых историй будет собран фильм художественный, который будет говорить о обычных людях в нашей Подмосковье. — То есть это не выдумка, это биографические истории, которые разукрашены, можно сказать, какими-то художественными элементами, правильно? — Да, да, да. Это фильм о нас. Фильм о нас с вами. — Получается, что люди будут играть сами себя фактически? — По поводу игры самих людей в этом, я думаю, будет вставка какая-то. — Элемент некоторый, да? — Будет элемент, да. — О деталях пока, наверное, рано говорить, потому что фильм еще не в релизе. — Ну что же, интересная довольно инициатива, но меня вот зацепило как раз-таки, что «Наша Подмосковья» именно не кино в данном случае, а премия также была представлена на данном фестивале. Если можно поподробнее, насколько я знаю, что в прошлом году наш район достаточно с прекрасной себе стороны продемонстрировал. Очень качественные были проекты, очень большое их количество. Любопытно, что в этом году получится, и в этой связи давайте поймем, что организаторы нам приготовили. — Да, то есть эта премия, она проходит уже не один год, насколько я знаю, уже третий год. Каждый раз растет число заявок, растет качество, то есть самих проектов. И я думаю, то есть организация такой площадки для презентации проектов — это возможность поработать над качеством этих заявок, потому что это дает возможность презентовать свой проект эксперту. то есть в роли экспертов выступали известные люди, проживающие в Московской области. То есть это и актеры, и спортсмены, и предприниматели. То есть я думаю, что организация такой площадки для презентации даст участникам этой премии возможность хорошо поработать над проектом. — Дмитрий Сергеевич, а Вы со своей стороны использовали возможность, со своими проектами как-то постарались как-то в чем-то их улучшить, раз была такая оказия, или просто наблюдали, созерцали со стороны? — Ну да, у нас... Я отвечу? — Да, конечно. — У нас с Дмитрием один проект, то есть направленный на работу с детьми. Да, мы участвовали, то есть мы презентовались на свой проект, и в ходе презентации была рекомендация направить наш проект не на работу с молодежью, а на премию... Как? Больше? — Нет. — Больше, чем профессия. — Нет, подавать не в номинацию, значит, молодежь МО, а в номинацию «Больше, чем профессия». — Потому что, как оказалось, молодежь МО — это больше о физическом спорте, это больше о движении каком-то. У нас проект направлен на развитие интеллектуальной способности людей. — То есть в вашем случае как раз-таки получалось это как проект педагогической направленности больше, правильно? — Да. — А где еще успели побывать? Давайте немножечко вернемся к киноленте Игоря Кончаловского. Вы в данном кастинге принимали сами участие? Пытались? — Нет. — К сожалению, нет. То есть график этого мероприятия был настолько насыщенный, что так много проектов, так много неравнодушных людей приехало на этот фестиваль. — Там была километровая очередь. — Да, километровая. — Именно на этот кастинг. — В большинстве своем посетителей данного фестиваля кем были и что там искали. Можете примерно так положить, как люди, которые присутствовали тоже там? — Ну, как Дмитрий уже говорил, то есть два направления, то есть основных блоков больших, которые присутствовали на этом фестивале, которые люди в нем участвовали, — это участие в кастинге, то есть это возможность рассказать историю, которая бы влегла в основу будущего фильма, одной из частей. И второе — это реализация в плане участия в программе «Наши Подмосковья» с своим общественным проектом. — Ну, вот как считаете, подобные мероприятия можно ли проводить в Одинцовском районе, с учетом того, что у нас также имеется огромное количество деятелей культуры, спорта и многих других социально важных направлений? — Я думаю, что да. То есть такие мероприятия можно проводить в любом районе, в любом муниципалитете. Наш район, да, то есть он славен и известными актерами, и спортсменами, которые у нас живут. И то есть я думаю, если будет такая инициатива, то есть будет желание провести вот такой фестиваль, он будет проведен на ура. — Ну, я тогда надеюсь, что когда в следующий раз мы с вами увидимся, у нас уже будет либо отчет о чем-то подобном, о проведении чего-то подобного, да, либо анонс, что вскоре действительно Одинцовский район приютит тысячи человек из Московской области, столицы, я думаю, и других областей нашей необъятной Родины, которые действительно как-то смогут себя раскрыть, чем-то поделиться, представить какое-то свое видение на то, что можно в городе, в районе, в области улучшить. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали, будем ждать еще раз. — Спасибо. — Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся», сегодня мы говорили о крупных мероприятиях, которые в последнее время брали место в Одинцовском районе, а также в Московской области. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели. Кроме того, вы можете обратиться напрямую в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте, написав электронное письмо или воспользовавшись формой обратной связи. С вами был Святослав Савенков. До встречи.